Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и я хочу вам рассказать об игре Dead in Vinland. Игровой процесс я показывал вам в недавнем стриме, а это обзор игры, чтобы незнакомым с Dead in Vinland было понятно, захочется им сыграть в неё или нет. Почитал я другие обзоры, многие игровые журналисты почему-то называют эту игру смесью Darkest Dungeon и Banner Saga, но, по-моему, здесь смесь Darkest Dungeon и Renaud Explorer. Если помните, я года три назад частенько тоже показывал эту игру, она была про исследователей. Открываем разные острова, здесь в некотором смысле та же идея, правда вы не исследователи, а потерпевшие крушение семья кельтов, кстати, а не викингов, поэтому уже на Banner Saga это мало похоже. Вам пришлось сбежать из собственного дома, потому что какие-то люди на него напали, вы плыли, случился шторм и вы оказались на каком-то неизвестном острове. Кстати, Винланд или Винландия это название территории Северной Америки, данное исландским викингам Лейфом Эриксоном примерно в 986 году. Лет 50 назад на острове Ньюфаундленд было обнаружено археологическое свидетельство раннего поселения викингов, так что можно предположить, что эта игра попытка исторически показать, как викинги или кельты бывали в Северной Америке задолго-задолго до Колумба. Ну и, кстати, сама игра тоже не совсем оригинальна, эти же разработчики выпускали проект Dead in Bermuda, то бишь события происходили на Бермудских островах, правда, Dead in Winland более сбалансирована, в ней больше всяких фич, например, появились тактические бои. Так вот, возвращаясь к более известным вам играм, от Darkest Dungeon тут больше развития вашего поселения, чем хождение по всяким подземелям или по острову. То есть в некотором смысле считайте Dead in Winland эдаким Darkest Dungeon в обертке истории о викингах, в котором акцент больше сделан на градостроительство, на развитие вашего поселения и персонажей, чем на тактические бои. Собственно, в чем идея? Вам надо развивать ваше поселение, при этом постоянно борясь с проблемами, которые возникают у вас и у ваших персонажей. У них есть пять характеристик. Усталость, голод, болезни, увечья и настроение, которые в процессе игры изменяются от нуля до ста. И если одна из этих характеристик хотя бы у одного персонажа достигнет сотни, вы проиграли. Будет считаться, что он умер. При этом у вас в начале практически ничего нет, вам надо как-то начать добывать воду, еду, кров над головой построить. К тому же очень быстро на острове находятся ваши соперники, которые начинают еще у вас там всякую дань требовать. В общем, игра выживания. И с первого раза я даже сомневаюсь, что у вас получится полностью ее пройти. Кстати, почему-то игр выживания в последнее время стало очень много появляться. И тот же Фрост Панк, и тот же Сервайвинг Марс радует только, что у всех у них разная механика, и они очень разные, и в них по-разному интересно играть. Кроме развития вашего поселения, вы исследуете остров, периодически кого-нибудь посылая это делать. И можете встречать новых попутчиков, тоже приглашать их к себе в лагерь, то есть ваше поселение будет разрастаться со временем. Более того, будут находиться на острове какие-то мистические места, которые вы будете исследовать. В общем, игра скучать не дает. И человеку, которому нравится развивать всякие поселения, которому нравятся подобные выживалки, несомненно, Dead in Vinland придется по вкусу. Практически она разбита на три этапа каждый день. Утром вы просыпаетесь, начинается первый этап, вы распределяете ваших персонажей, кто что делает. Либо добывает, либо строит, либо исследует. Это первая половина дня. Во второй половине дня опять вы их распределяете, можете оставить там же, либо на новый вид работы. И третий этап это ночь. Вы в ваших персонажах поите, кормите и проверяете, что у них все хорошо, отправляете отдыхать. При этом вам надо постоянно следить, чтобы у вас не потух огонь. Постоянно туда подкидывать дровишек, да, вот реально нажимать на кнопку подброски дров. А во-вторых, чтобы у вас не кончилась вода. Причем каким-то странным образом почему-то вам воду надо постоянно кипятить. Прям такие заботящиеся о микробах кельты попались. Они просто не пьют не кипяченую воду, что по-моему тупость. Потому что с едой, например, механика сделана верно. Вы можете есть протухшую еду, но при этом у вас будет увеличиваться показатель болезни. И вообще можете получить особенности бы диареи. Да, тут еще у каждого персонажа есть положительные отрицательные перки, которые причем даются на некоторое время. Вы можете получить тот же понос. Или, например, похмелье вы можете выпить пиво, уменьшить свою депрессию. Но при этом точно на следующий день у этого персонажа будет похмелье, которое снижает другие характеристики. После битв, если персонажи были ранены, то они получают какие-то ранения. То есть там либо вывих плеча, либо простреленная нога. И все, все вот эти отрицательные перки, они влияют на глобальные характеристики, которые показывают деятельность вашего персонажа. Персонажей. Множественное число. Это видео выходит при поддержке глобальной браузерной космической стратегии consolewar.ru. Игра сейчас в открытом бета-тесте. Там появляется много новых фич. Например, общий космос, в котором находятся вообще все игроки. Так что заходите, регистрируйтесь, ссылка в описании под роликом. И используйте кодовое словосочетание «Леша играет». Глобально характеристики разбиты на 4 группы. Физические, умственные, навыки концентрации и навыки выносливости. А в этих характеристиках есть навыки, которыми ваши персонажи пользуются для добычи, исследования и прочего. Вот, например, в навыках выносливости их 6 штук. Исследование, добыча, шахтное дело, собирание урожая, лесорубство и садоводство. То есть вы выбираете из ваших подопечных, у кого выше, например, собирание урожая, он идет собирать ягодки. У кого выше навык исследования, того лучше отправлять, исследовать карту. И так далее. И в процессе игры, когда у ваших персонажей эти навыки повышаются, они получают уровни. Вы можете им новые перки давать и так далее, и так далее. В общем, система и простая, и сложная. И в принципе, в игру, в игре быть интересно. Но с ней, по-моему, есть две проблемы. Во-первых, очень важно, она не настолько реиграбельна, как хотелось бы. Да, остров тут генерируется постоянно заново. Ну, не его форма. Форма острова будет всегда одинакова. А вот расположение ячеек, то, что вы на этих клетках будете находить в следующий раз, да, оно заново генерируется. Но дело в том, что разработчики вставили в игру историю персонажей. Она неплохая, я ничего не скажу. Но она не меняется из прохождения в прохождение. И во второй раз, когда вы играете, их диалоги между собой уже начинают просто раздражать. И вам хочется их промотать. Просто потому, что вы их знаете, вы их видели. Хотя игра, в принципе, создана так, чтобы ее можно было проходить несколько раз. И вообще, в принципе, игра старается изображать из себя так называемый рогалик. Потому что тут очень много рандома. Но это такой нормальный рандом. Он не раздражает. А вот то, что сюжета здесь много, и второй раз он просто уже кажется нудноватым, это да. То есть, получается, для рогалика в игре слишком много повторяющихся элементов. Которые будут из раза в раз в каждом прохождении одни и те же. А с другой стороны, для однократного прохождения тут слишком много рандома. Несколько странное решение разработчик. Возможно, им надо сделать какой-то режим, который сюжет просто отключает. Вторая проблема, которая меня стала раздражать в процессе игры, это бои здесь. В принципе, они неплохие. Но соперников слишком мало разнообразных. Вот вспомните, как в Darkest Dungeon. Даже если вы идете в определенное подземелье, в этом подземелье будет несколько разных совершенно соперников. Здесь же я очень не хочу встретить во время исследования карты каких-то бандитов. Не потому, что я боюсь им проиграть. А потому, что будет сейчас опять нудный и тот же самый бой. Без какой-то особой вариативности в действиях. Да, здесь есть вариативность в том, что вы берете на этот бой разных персонажей. Но ваши соперники-то действуют одинаково. Если подводить итог, я думаю, что часов на 10-20 Dead in Vinland сможет вас занять. Но, скорее всего, вы ограничитесь одним полным прохождением и делать это несколько раз не захотите. Так, несомненно, игру я рекомендую. В ней интерес. Но некоторые ошибки геймдизайна заставляют игроков не хотеть в нее заходить снова. Хотя, судя по патчам, разработчики понимают плюсы и минусы. Например, они уже ускорили анимации персонажей, ускорили анимации добычи всяких ресурсов. Что тоже было немного нудновато. Так что, может быть, через пару патчей Dead in Vinland действительно станет намного более реиграбельной. Так что, все-таки Dead in Vinland такая противоречивая игра. Она интересна, но при этом имеет внутри себя несколько проблем, которые могут игроков раздражать. Если мой обзор не помог вам понять, понравится вам игра или нет, то посмотрите еще и запись стрима, который я делал. Ссылка есть в описании. Ну а на этом все. Играйте в умные игры и загляните на consoleworld.ru. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры. Играйте в умные игры.